Два человека на место. Конкурсный отбор в молодежную палату при городской думе был серьезным. Анкеты подали 39 кандидатов. Из них жюри предстояло выбрать 15 человек в основной состав и 10 в резерв. Сотрудники ядерного центра, представители общественных объединений, учителя, студенты. Своё желание работать в палате изъявили представители разных городских сфер. Впервые в этом году заявление могли подать и самого движенца. Треть из всех поданных заявок были поданы самовыдвиженцами. Из 39 – 13 заявок. И самовыдвиженцев 4 кандидата прошли в состав молодежной палаты. Ну, получается, тоже почти треть самовыдвиженцев попала в состав. Так что вот этот механизм, который, кстати, был предложен именно первым созывом молодежной палаты, мы долго обсуждали и по-разному относились к этой идее. Я считаю, что эта идея себя оправдала. Зачем нужна повестка заседания и почему важно утвердить все её пункты до начала обсуждений? Что такое акворум и почему без него палата не может принимать решение? Первое заседание обновлённого состава посвятили организационным вопросам. Председатель городской думы Антон Ульянов рассказал ребятам о целях и задачах работы палаты. Объяснил простым, не канцелярским языком, чего от них ждут. Мы всегда с большим интересом наблюдаем, как развивается молодёжь, какие проекты предлагает и молодёжная палата. Но, во-первых, это действительно консультационный такой орган, который может подсказать депутатам вообще городской власти, а что на самом деле интересует молодёжь. Какие идеи роятся в их головах, что им хочется делать, что им не хватает в Сарове. Председатель думы отметил, что сейчас он помогает ребятам запустить работу, а дальше они отправятся в свободное плавание. Антон Ульянов предложил кандидатов в председателе и его заместителя. Члены палаты идею поддержали. По итогам голосования председателем избрана Мария Макаева, специалист по развитию персонала в Ядерном центре. Заместителем председателя Роман Перминов, учитель ОБЖ, школа номер 17. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.